Каланхой микс мини-микс. Как ухаживать? Каланхой является одним из самых распространенных комнатных растений. Он может быть разного вида, суркулент, многолетнее травянистое растение или полукустарник. В настоящее время во всем мире известно чуть более 200 видов данного цветка. Изначально его родиной были регионы Азии, Австралии и Африки. Благодаря своим предкам домашний вариант обладает хорошей выносливостью и неприхотливость, а красивый внешний вид делает его идеальным вариантом для выращивания в квартире. Каланхой мини-микс. Внешний вид. Основные характеристики. Полученный в результате смешения нескольких сортов Каланхой микс относится к семейству толстенковых. В благоприятной обстановке домашний экземпляр может вырастать до 40 сантиметров. Однако большинство садоводов старается выращивать более компактный кустик, поэтому регулярно подрезает и прищипывает его. Благодаря таким действиям растение обильно наращивает лиственную массу и цветет. Каланхой мини-микс. Каланхой выращиваю ямай дома. Обладает довольно мясистыми листьями и стеблями, которые обладают способностью накапливать влагу. Очень часто листки вырастают до 5 сантиметров восточной долготырину и 3 сантиметра в ширину. Они имеют стандартную яйцевидную форму, а на их краях располагаются слегка закругленные зубцы. К сведению. Листья Каланхой микс обладают темно-зеленым цветом, а при правильном уходе у них появляется глянцевый блеск. Во время вегетативного периода на верхушках куста появляются бутоны, формирующиеся в кистьевидной соцветия. Распустившиеся цветы достигают в диаметре 1 сантиметр, а не махровый на ощупь. Расцветка у них может быть розовая, белая, красная, лиловая или оранжевая. Каланхой микс уход в домашних условиях после покупки. Несмотря на то, что данное растение довольно неприхотливое, чтобы оно активно росло после приобретения за ним необходимо правильно ухаживать. Освещение и температурный режим у Каланхой световой день длится около 12 часов. Поэтому к качеству освещения необходимо отнестись серьезно. Поэтому в период с весны по осень горшок лучше всего располагать на окнах, выходящих на восточную или западную сторону, а зимой переносить на южную. Если в месте, где растет куст, дневное время слишком короткое, то стоит предусмотреть искусственное освещение. Освещение Каланхой довольно неприхотливо в плане температурного режима. Летом ему достаточно, чтобы помещение было не ниже 18 градусов, а зимой не ниже 14 градусов. Важно, если температура будет ниже 10 градусов, то растение будет болеть и может погибнуть. Правила полива и влажность. Домашний вид растения нужно поливать только отстоявшейся водой комнатной температуры. При этом главное не переусердствовать, иначе корневая система может загнить. Так как в листьях Каланхой всегда имеется запас жидкости, увлажнять почву нужно, когда она подсохнет. Однако и слишком редко поливать куст не стоит, он может начать сбрасывать листья. В зимнее время увлажнять почву следует через пару дней после того, как она просохнет. Обратите внимание, дополнительно опрыскивать листья Каланхой следует только при сильно пониженной влажности или чтобы убрать пыль из цветка. Полив подкормкой, качество почвы растения не нуждается в слишком частой подкормке. Достаточно удобрять куст два раза в год, летом и период формирования бутонов. Удобрения следует выбрать такие как и для кактусов. Подойдут как минеральные, так и органические удобрения. Учитывая, что Каланхой микс родом из тропиков при подборе почвы нужно учитывать эту особенность. Для этого в горшке выстилается дренажный слой вар сантиметров и берется по одной части листовой земли, песка, дерна, перегноя. Важно, домашняя Каланхой не любит расти в больших емкостях, для него лучше выбирать маленькие горшки. Особенности пересадки растения в домашних условиях Каланхой пересаживается очень редко. Это делается не чаще одного раза в 2-3 года в том случае, если растение сильно разрослось и ему становится тесно в горшке. При выполнении процедуры пересаживания следует руководствоваться основными требованиями. Пересаживать куст нужно в емкость больше. Предыдущий на 2-3 сантиметра в новом горшке необходимо устроить дренажный слой. Пересаженный куст необходимо переместить в затененное место. На несколько дней на новом месте подкармливать цветок можно не раньше, чем через пару месяцев. Цветение Период покоя растения Цветение растения зависит от правильного освещения. Некоторые цветы на нем могут начать увядать, но если их срезать и поместить в вазу с водой, то они снова начнут цвести. Когда период цветения подходит к концу, стебли частично связают, чтобы придать кусту красивую форму. Удаленными побеги можно просто выкинуть или использовать как черенки для размножения. После окончания цветения у цветка в начале осени наступает период покоя. Для правильного ухода в это время нужно сделать следующее. Поставить растение в помещение с температурой 15-18 градусов, сократить продолжительность светового дня до 8 часов. А в остальное время держать куст под непрозрачным колпаком, уменьшить количество поливов растения. Через месяц после того, как каланхой отдохнет, можно вернуться к прежним условиям содержания цветка. Размножение Размножить растение можно двумя способами – черенкованием и семенами. При черенковании укореняется листок или стебель. Для этого в начале лета отросток отделяется от материнского куста и помещается в ладородную почву. Если в качестве рассады выбран лист, то для него нужно создать парниковые условия. Поливать росток не нужно, допускается регулярное опрыскивание. При правильном уходе он даст корни и будет расти. Если выбран способ размножения семенами, то сажать их нужно в начале весны. Для этого берется лиственная почва, на ее поверхности раскладываются семечки и слегка придавливаются пальцем. После этого для создания парникового эффекта емкость накрывается прозрачной пленкой. Почву следует регулярно проветривать и увлажнять. После появления первых ростков парник убирается, а через месяц можно проводить пикировку. Обратите внимание, чтобы саженцы были пышными после того, как они достаточно укоренятся, нужно прищипнуть верхушки. Размножение цветка лучше всего осуществляя черенками болезни и вредители. Главной причиной возникновения заболеваний на колонхоймикс или появление вредителей является неправильный уход. Наиболее распространены при этом следующие проблемы – фитофтороз. Появление гнили на листьях связано с излишней влагой воздуха и недостаточным проветриванием помещения. Мучнистая роса Грибок, возникающий при перегреве воздуха. При этом листья покрываются белым налетом и могут начать отпадать. Серый гниль – липкий грибковый налет на листьях, возникающий из заплохой почвы, в которую посажен цветок, мучнистый червец. Самый опасный для растения вредитель, питающийся его суком. Избавиться от него можно с помощью опрыскивания цветка кастровым маслом. Во всех остальных случаях поможет обработка фунгицидом и исправление неправильных условий содержания. Колонхоймикс – неприхотливый и красивый цветок, который при правильном уходе станет прекрасным украшением квартиры, дома или дачи. Главное – строго следовать правилам содержания и ухода.